В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Работники Московского коксогазового завода готовятся к Дню Металлурга. Московский коксогазовый завод является системообразующим предприятием по нескольким показателям. В России свой профессиональный праздник отмечают врачи-гинекологи. Наверное, на первом месте, конечно, это общение с людьми. Общение и возможность помочь. В Видном открылась обновленная сеть быстрого питания. Очень рады, очень ждали. День Металлурга отметят в России в воскресенье. В Ленинском городском округе это важная дата в первую очередь для работников Московского коксогазового завода. О том, как встречают профессиональный праздник на предприятии, расскажет Олеся Попова. Почти тысяча человек трудятся на коксогазовом производстве. Продукция предприятия – топливо для выплавки чугуна как в нашей стране, так и в ближайшем зарубежье. Процесс непрерывный. Круглосуточно сотрудники завода обеспечивают бесперебойную работу коксовых батарей. Даже в праздничный день металлурги трудятся. Поздравления и торжественный концерт многие слушали на рабочих местах. С 1951 года на данной промышленной площадке ведется производственная деятельность. И сегодня в 65-й раз мы встречаем здесь день металлурга. История завода насчитывает много славных трудовых побед и достижений. Три поколения металлургов, а с учетом первостроителей завода уже четыре поколения россиян здесь осуществляют производственную деятельность. Город Видное вырос из рабочего поселка московского коксогазового завода. Поэтому многие жители округа трудятся здесь поколениями. Например, Вячеслав Киселев. На предприятии 13 лет. Отвечает за газоснабжение завода. Профессию, можно сказать, получил по наследству. Вся моя семья работала на заводе. И отец работал, и течка работала. А дед в 1937 году приехал из Орловской губернии и был десятником настройки этого завода. Вообще весь заводской коллектив – это дружный, ответственный, ну, в общем, очень хороший коллектив. Далее, про техническое руководство. Вот Николай Петрович выступал в Зубайке. Умнейший человек, голова. Директор, ну, здесь слов нету. Такого директора всем пожелаем. Принято считать, что металлургия – исключительно мужская отрасль. Однако в коллективе Московского коксогазового завода есть и женщины, которые не уступают профессионализме сильному полу. В числе награжденных в честь праздника – Татьяна Лёвина. Я пришла на завод в 2005 году. Ну, наверное, это судьба, наверное, скажем так, потому что здесь у меня работали и родители. Отец работал электриком всю жизнь, мать работала на тушильном вагоне. Работал брат, работал дядя, работал дед, работали все. Наша группа, допустим, газовая группа, в которой я принадлежу, мы контролируем обогрев коксовых печей. То есть смотрим за температурами коксования печей, за выходом печей. Вот это наша основная работа. Десятки металлургов в праздничный день получили награды руководства предприятия и Ленинского городского округа, а также депутатского корпуса. Двое сотрудников Московского коксогазового завода были удостоены почетного знака главы муниципалитета. Московский коксогазовый завод является системообразующим предприятием по нескольким показателям. Первый из которых является количество наших жителей, которые работают на этом предприятии и получают достаточно высокую заработную плату. И второй, конечно, это объемы налогообложений, как федеральные, региональные, так и муниципальные налоги, которые без задержек систематически поступают в установленные сроки в бюджеты соответствующих уровней. Почетные гости праздника – ветераны завода. Те, кто посвятил жизни металлургии. Например, Галина Непринцева работала в отделе связи предприятия почти 40 лет. Выйдя на пенсию, о своем призвании не забыла. Возглавила ветеранскую организацию. Коксогазовый завод стал вторым домом за столько времени. Конечно, и все, кто проработал на заводе так энное количество лет, все равно завод для них дорог, для нас дорог завод. И, конечно, чтобы молодежь трудилась так же, как трудятся и трудились ветераны. Были в строю ветераны в строю и молодежь по скайбой в строю. А нашему заводу процветание. В преддверии Дня металлурга на заводе звучали поздравления и теплые пожелания как от гостей предприятия, так и от его нынешних и бывших сотрудников. Творческие коллективы города подарили металлургам праздничный концерт. Олеся Попова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В продолжении темы Дню металлурга на Москоксе был посвящен и конкурс профмастерства, в котором приняли участие специалисты в области электрогазосварки. Шесть мастеров высочайшего класса, выдвинутых коллективом, боролись за звание лучших из лучших. За, в буквальном смысле слова, искрометной битвой наблюдал Максим Козлов. Хороший почин был задан два года назад с первым конкурсом. Мы продолжаем, добрый путь, победит сильнейший в этом году. Традиция проводить конкурсы профессионального мастерства появилась еще в Советском Союзе, но если на других предприятиях инициатива сошла на нет, на Москоксе она активно поддерживается. Начинали мы с, опять-таки, сварщиков, которых мы сегодня наблюдаем, поскольку это очень интересно, наглядно. Есть у нас конкурс среди электромонтеров, конкурс профессионализма среди слесарей, ремонтников. И, я думаю, будет расширяться количество профессий, по которым мы будем проводить такие конкурсы. В программе соревнований электрогазосварщиков несколько дисциплин, среди которых не только утилитарные, но и творческие. Первый конкурс теоретический. Здесь необходимо правильно ответить на несколько вопросов. По логике все испытания не должны представлять особой сложности для участников. Мы там с руководителями, мастерами просто по опыту придумываем, какие обычно процедуры более такие часто встречаются в практике. Ну и один конкурс творческий, как бы приурочили празднование Дню Металлурга, там надо будет надпись сделать электродом. После испытания знаний и памяти наступает время показать себя в реальном деле. Мастерство участников оценивает опытное жюри, которому достаточно одного взгляда на работу. Мы не применяем какие-то там ультразвуковые методы, рентгеновские методы осмотра. Мы чисто визуально осмотр проводим. И вот чисто по визуальному осмотру мы видим, что вот допустим вот этот шов, вот этот шов, или грубо говоря вот этот шов. Видите, огромная-огромная разница. Конкурс устроен так, что участникам необходимо продемонстрировать свои навыки как в электрической, так и в газовой сварке. После каждого этапа особенно нелегко приходится членам жюри. Слишком много нюансов в этой работе. За другую у нас разбежка, там один пал, а здесь четыре. А почему мы не можем с тобой всем поставить поездки? За трогать четыре, а или это намного больше? Нет, они все сделали хорошо. Почему мы не можем вот четырем ничего? Сложность для оценки работы представляет и тот факт, что в испытаниях участвуют лучшие из лучших, в том числе и призеры прошлых конкурсов. Есть сильные соперники, да, уже подросли. Я позапрошлый раз первое место взял, а в этот раз, думаю, что у меня обскакает молодежь. Уже мне 50 лет все родит. Наконец приходит время для творческого конкурса. Сварщикам необходимо электродом изобразить на металлической пластине логотип группы компании «Мечел», куда входит АО «Москокс». Выбираем электроды. Это как группа? Да, лист четверка. Электроды выбираем сам, глазомер и руки. Кто-то начинает работу, что называется, на глаз, кто-то с помощью мела наносит на пластину макет. Все работают с разной скоростью и, как выясняется, вскоре в разной технике. Естественно, что именно этот конкурс вызывает больше всего споров у жюри. Это нормально. По какой? По десятибалльной шкале, наверное, надо судить. Нет, четыре. Четыре? Нет, ну давай, давай. Нет, ну это, здесь это очень сложно. Нет, это сложно. Это сложно, я не знаю. Здесь, пожалуйста. В конце концов, консенсус находится, но на недолгое время. Теперь для судей наступает самое главное испытание – определить победителей. Все участники показали себя достойно. Прямо ровно? В темно. Как это говорят? Ноздря в ноздрю? Все практически на отлично. То же самое мы вчера смотрели. А кто еще третий? Клоков. Клоков как раз теорию наоборот очень хорошо. Наконец очки подсчитаны и наступает долгожданная церемония награждения. Победителем соревнований стал Павел Норик. Он работает на заводе с 2014 года. В прошлом году также участвовал в конкурсе профмастерства. В принципе, интерес. Просто попробовать. В тот раз второй, в этот раз первый. Теория, да, может, где-то подгулял. А так, в принципе, для этого все легко. Вот таким не совсем обычным образом работники предприятия отметили День Металлурга с праздником и новыми победами. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 15 июля в России отмечают свой профессиональный праздник врачи, миссия которых – сберечь женское здоровье. А также помогать появиться на свет новым жизням. Гинекологи. Именно они чаще всего слышат материнское. Спасибо вам, доктор. Дарья Астахова из Умнинска на 36-й неделе беременности. Ждет вторую дочку. В семье уже подрастает трехлетняя Александра. Не так давно врачи обнаружили у Дарьи грозное осложнение – врастание плаценты. Сначала местные акушеры направили будущую маму в Нарофоминский перинатальный центр. А там медики посоветовали ехать в Ленинский городской округ. Так Дарья оказалась в Видновском перинатальном центре. Говорилось вообще в принципе о том, что удаление будет матки. То есть там уже как получится. А сохранение всех органов – это только вот здесь врачи, когда я поступила. Они, я хочу сказать спасибо вам большое, потому что они именно успокоили, рассказали все, как это, во-первых, и проходит, и кто делает, и как. Благодаря разработанной видновскими акушерами-гинекологами методике Дарья не только благополучно родит дочку, но и впоследствии сможет стать мамой вновь. С 2018 года прооперировано более 130 пациенток с данной патологией. И во всех случаях нам удалось сохранить репродуктивную функцию. То есть мы сохранили пациентке матку. Как правило, в таких ситуациях проводится удаление матки, и операция сопряжена с большой кровопотери. С таким диагнозом, как у Дарьи, в Видновский перинатальный центр приезжают беременные со всего Подмосковья и соседних населенных пунктов. Я из Одинцова. Отношения очень хорошие, палата замечательная, все очень уютно, комфортно. Здесь такие врачи, которые, в принципе, делают невозможное. Я с палаши поступила сюда, с угрозами, надеждой, чтобы все пройдет хорошо и попали к хорошим врачам. Видновские акушеры-гинекологи применяют инновационные технологии и в лечении других серьезных патологий, злокачественных и доброкачественных опыта. Не вынашивание беременности на ранних сроках, пролапсогениталий и урологических проблем. Мы используем слинговые операции. Это операции с использованием синтетических искусственных имплантов, протезов, которые в виде слинга, то есть как гамачок, поддерживают мочеиспускательный канал, уретру, допустим. И они занимают очень мало времени, но при этом решают очень большую проблему у женщин в позднего репродуктивного возраста. Стало лучше себя чувствовать, чем до операции. Мне мучили постоянные боли, вот я врачам жаловалась. Вот на таблетках много пила очень уже. Вот сейчас, надеюсь, буду жить как белый человек. Я даже не успела испугаться, честно говоря. Все как-то так, все четко, быстро, все отлажено. И кормят здесь вкусно. В Видновском перинатальном центре трудится 106 врачей. Из них 42 – акушеры-гинеколога. Ежегодно здесь рождается более 6 тысяч детей. Проходят лечение более 15 тысяч пациентов. В перинатальном центре – содружество врачей, когда акушеры-гинекологи работают вместе, в одной увязке с анестезиологами-реаниматологами и с неонатологами, то есть с детскими врачами. Прекрасный коллектив, прекрасные акушеры-гинекологи, которые умеют делать очень много. Всегда хочется разделить их больно, но в то же время нужно действовать с холодным сердцем, потому что иногда времени у нас очень мало для того, чтобы принять какое-то решение. Поэтому, наверное, на первом месте, конечно, это общение с людьми. Общение и возможность помочь. Я горжусь и очень люблю свою профессию. И, конечно, люблю своих коллег. 15 июля гинекологи отмечают свой профессиональный праздник. Многие встретят его, как обычно, на своем боевом посту, помогая людям. Желаю всем, нам, потому что я тоже являюсь акушером-гинекологом по специальности удачи, профессионального роста, взятия новых, побед, чтобы все врачи-аккушеры-гинекологи не забывали, что дома их ждут семьи, что они еще нужны детям своим собственным, чтобы они спали по ночам. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное твое. Очередь дошла и до Видного. Сегодня в торжественной обстановке здесь открыли замену когда-то популярному кафе быстрого питания. Этого события местные жители ждали несколько месяцев. Теперь они снова смогут наслаждаться знакомыми вкусами. Одной из первых к кассе подошла наш корреспондент Юлия Погасья. Импортозамещение не миф, а реальность. В этом сегодня в очередной раз смогли убедиться жители города Видное. Ровно в 10 утра своей двери распахнуло новое кафе быстрого питания. Когда-то на этом месте был знаменитый международный фастфуд. Теперь здесь располагается отечественный аналог предприятия быстрого питания. Новому владельцу удалось сохранить полный штат прежних сотрудников. Всего порядка 60 работников. Отвечаем за качество продукции, которую мы предоставляем каждому гостю. Будем очень безумно рады видеть каждого каждый день снова и снова. Меню сократилось, но основные привычные потребителям позиции есть. Называются только теперь по-другому. Знакомый вкус снова ощутили первые посетители. Я обожаю гамбургеры. Поздравляем с открытием. Все одно и то же. Все так и осталось. Очень рады, очень ждали. Все классно. Мы очень рады, что открылись. Казалось бы, просто кафе быстрого питания. Но для многих это целая философия жизни. И сегодняшнее открытие словно говорит, что все встанет на свои места. Ну и, конечно, давайте попробуем. Точно вкусно. Почти все продукты для блюд российские. Производятся в Подмосковье. В частности, два предприятия находятся на территории Ленинского городского округа. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.